Отечественный футбол всегда был славен вратарями. Впервые российского голкипера Льва Фаворского отметили еще на Стокгольмской Олимпиаде 1912 года. Это несмотря на шокирующее фиаско в матчах с Финляндией и Германией, в которых россияне умудрились пропустить 18 голов, забив всего один. Специалисты и болельщики оценили необыкновенную реакцию, технику и смелость нашего стража ворот. Но, как известно в футболе, один в поле не воин, даже если ты Пеле или Марадона. А потом начался золотой вратарский век, в котором законодателями моды на многие годы стали представители советской вратарской школы. Болельщики с придыханием произносили имена Жмелькова, Акимова, Набутова, Яшина, Разинского, Маслаченко, Банникова, Кавазашвили, Урушадзе, Пшеничникова и многих других, кто блистательно подтверждал футбольную истину, что вратарь — это половина команды. Особое место в этом славном ряду занять непросто. Но вратарю киевского «Динамо» 60-х, 70-х годов прошлого столетия Евгению Рудакову это удалось. Он стал самым титулованным вратарем в советском футболе, семикратный чемпион СССР, а это золотой рекорд среди советских голкиперов, трехкратный обладатель Кубка страны, Кубка обладателей кубков и Суперкубка Европы 1975 года. Так сложилось, что, будучи коренным москвичом, Рудаков большую часть своей жизни прожил на Украине, проведя в киевском «Динамо» 15 сезонов, пока не повесил бутса на гвоздь, в 1977 году. Но начинал свой путь в футболе прославленный голкипер в столичном торпедо, пройдя по ступенькам разновозрастных торпедовских команд и добравшись до дубля. Иначе быть не могло, ведь вырос Рудаков неподалеку от автозавода имени Лихачева. Однако в основной состав прославленной команды с литерой «Т» на груди ему, 19-летнему пареньку, хода не было, поскольку тогда в ней выступали классные киперы Анатолий Глухотко, Альберт Денисенко, Эдуард Шаповаленко. А потому по совету легендарного деда Виктора Александровича Маслова, тогдашнего тренера автозаводцев, Евгений уехал в скромную команду класса «Б» – Николаевский судостроитель. Именно оттуда, в январе 1963 года, Рудаков получил приглашение в киевское «Динамо» на роль дублера Виктора Банникова, одного из лучших вратарей страны, кандидата в сборную Советского Союза, которого прочили в наследники самого Льва Яшина. До звездного сезона 1966 года, когда, собственно, болельщики по-настоящему узнали и оценили талант Рудакова, он сыграл за киевлян всего семь матчей. И, может быть, так и остался бы вторым за спиной Банникова, если бы тот не уехал в составе сборной страны на финальный турнир мирового первенства в Англию. Во время футбольных баталий на Альбионе чемпионат СССР не прерывался, шел своим чередом, а потому Маслов, с 1964 года тренировавший «Динамовцев», вынужден был довериться Рудакову. Киевляне, вроде бы обескровленные отсутствием пяти основных игроков, тем не менее, введя в состав вчерашних дублеров, на всех парах летели к золотым медалям. Ну, надо сказать, что судьба так сложилась, что в команде киевского «Динамо» в 60-е годы, конечно, первым вратарем был Банников. Он и в 66-м году уже был в национальной сборной, а Женя был в дубле. И вдруг отъезд Банникова на чемпионат мира, и Маслов доверяет место Рудакову. Поразительная произошла смена. Смена в качестве. Вдруг из вратаря, который, мне кажется, испытывал некую психологическую проблему, будучи вторым. И настолько велик был Банников, что это было вполне понятно, потому что просвета не было. Так же, как у Беляева, когда играл первым номером Яшин. Когда-то «Киевская «Динамо» вышла на первые места в нашем футболе, но им не хватало вратаря. И они у нас из Москвы, можно сказать, но это я улыбаюсь, говорю, украли великого вратаря. Кто-то его по-разному называл, но для меня это высокий-высокий, тоненький-тоненький вратарь, который, когда у нас был год, и мы после ничьих били пенальти после игры, вот так раздвинул руки, вот так раздвинул руки, и я, подойдя к пенальти, не знал, куда ударить. Я старался ударить между рукой и штангой, и попал в штангу. А самое главное, что мои лучшие годы, это начало 70-х годов, проходило бок о бок с этим человеком, который сзади меня стоял в воротах, а я слева от него играл в защите сборной Советского Союза. Во-первых, скромный человек, во-первых, талантливый человек, мастер своего дела, без сомнения. Последние годы, когда уже Лобановский командовал киевским динамством, видно было, что он нервно, вратарежи ведь это люди не от мира сего, и нервно истощен, да, но он всегда был молчаливым таким стражем ворот, о которых вот, наверное, и слагались как раз разговоры о том, что вратарь это 50%, даже до 100% иногда заходит. Если говорить о нашей школе, то можно говорить, с Яшина началось управление, дирижирование обороной. Он настолько управлял игроками обороны, и в динамо, и в сборной, что защитники чувствустили абсолютно комфортно. То есть был конкретный подсказ в конкретном эпизоде. Что касается того же Банникова, у него были удивительные качества. Удивительные, и он в равной степени играл и в воротах, непосредственно на линии, но и очень хорошо играл на выходах. Прыгучесть была необыкновенная, ну, надо сказать, без подготовки, там, прыжковый, он брал два метра. И вдруг появляется Евгений Рудаков. Ну, два метра, два метра, и, казалось бы, есть проблемы, связанные с ловкостью где-то сложиться, проблемы в скорости, в быстроте. И оказалось, что нет. Предвидение, предвидение удара, развитие атаки. Удивительная игра на выходах и, опять же, в воротах непосредственно. Если говорить о умениях, ну, во-первых, он на выходах хорошо играл, потому что тут ясно, он высокий очень был. Во-вторых, за счет того, что он не был тучным, он очень хорош был на линии, чтобы прямо в шестерке, в девятке достать мяч, он это мог. А в-третьих, он, как немногие вратари, командовал. Не орал, не кричал, не заводил защитников, а командовал подсказом направо, налево. И всегда можно было, не имея глаз сзади, чувствовать, где находится твой соперник. Банников, невостребованный в Англии, вернулся в Динамо и сел на банку. 24-летний Рудаков сполна воспользовался предоставленным шансом, став твердым первым номером киевлян. Тренеры в выборе вратареи руководствуются принципом, граничащим суеверием, а добра добра не ищут. Рудаков играл надежно и вынудил Банникова покинуть Динамо и перейти в московское торпедо. Вот они, зигзаги футбольной жизни. Можно только догадываться, как непросто пришлось новичку киевлян. Ведь в той команде играли звезды мирового уровня. Ёжев Сабо, Виктор Серебренников, Владимир Мунтян, Анатолий Бышевец. Но и на их фоне Евгений демонстрировал высочайший уровень игры. А его не только игровые, но и человеческие качества позволили Рудакову стать истинным лидером и непререкаемым авторитетом уже для следующего поколения киевских звезд. Канькова, Холотова, Веремеева, Буряка, Блыхина. И вот человеческие качества. Удивительно. Как сохранить добрые человеческие отношения с конкурентом, с Виктором Банниковым. А затем появился Саша Прохоров. Потрясающее чувство солидарности и взаимопомощи. Это было очень свойственно. То есть его человеческие качества были на высоте. И мне кажется, что управление командой. То есть этот человек, это вратарь, который говорил, который чувствовал и создавал именно атмосферу чувства опасности, штрафные, угловые. То есть он создавал фон, психологический фон, на котором у защитников повышалась концентрация и какая-то доля агрессии. Я вспоминаю чемпионат мира в 70-м году. Женя был основным братарем, он получил травму. Я думаю, что в какой-то степени, в какой-то степени ни Папаева, который также получил травму, и также Рудакова, я думаю, в какой-то степени не хватало. Рудаков прогрессировал буквально от игры к игре, уверенно заняв место в воротах и сборной СССР. Однако травма, полученная им накануне финального турнира Мирового Кубка 70-х года, лишила его поездки в Мексику. Звездный час Евгения наступил в следующем сезоне, когда его вдохновенная игра помогла сборной не только выйти из отборочной группы Евро-72, где ее основным соперником была Испания, Не играть. Я помню даже великих вратарей, которые ошибались, но за этими ошибками все-таки было не отсутствие мастерства, а вот была проблема, проблема связанная, мне кажется, с чисто такими психическими качествами. Важный матч, и многие не справлялись с этим. У Рудакова была очень хорошая психика. Но то, что делал Женя в матче против сборной Испании в Севилье, это был 1971 год. Это потрясающая вещь. Трудно себе представить, насколько... Ну вот здесь, кстати, вот это качество непробиваемости и надежности. И вот это вот предвидение. То есть там предвидение это не было формой угадывания, да, вот угадал, там не угадал. Нет-нет, это немножко что-то было другое, связанное, наверное, с интуицией. Фантастические матчи Рудакова против Испании в Севилье и в Венгрии в брюссельском полуфинале Евро-72, где он сумел на последних минутах отразить пенальти и помог советской команде стать вице-чемпионом Европы, навсегда останутся в истории отечественного футбола. В 1971 году Рудакова первым из вратарей признали лучшим футболистом СССР. Даже Яшин не удостаивался такой чести. Не стоит забывать, что в то время в советском футболе играли ни один, ни два, ни три классных вратаря. Целая россыпь талантов. И среди них Рудаков был бесспорно лучшим и в течение 11 сезонов подряд никогда не опускался ниже своего гроссмейстерского игрового уровня. До своего 70-летия Евгений Васильевич не дожил всего 13 дней, скончавшись в Киеве 21 декабря 2011 года. Проститься с выдающимся футболистом и человеком в морозный зимний день пришли сотни людей. Уходила легенда не только советского, мирового футбола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...